Если говорить о концептуальной власти, просто картиночку элементарную, я бы вам так изобразил, систему управления. Вот концептуальная власть, а вот на неё-то как раз через систему партий, левых, правых, центры, это один механизм. То есть кому-то кажется, что это как бы, ну ты за Жириновского, или ты за Гайдара, или за Явлинского. Тот, кто осуществляет концептуальное управление, формирует всегда систему партий, левых, правых, центров. Для того, чтобы управлять обществом. Потому что, ну кто-то ориентирован на Жириновского, кто-то на Явлинского, кто-то на Гайдара. Вычисляются все, как бы, так сказать, общественные настроения, и, соответственно, подбираются пастухи по всему спектру настроений. Поэтому эта азбука, и вы, надеюсь, это тоже ощущаете, что вот все партии, левый, правый, центр, это один механизм. И он управляется из одного кошелька, ну через разных кассиров. И эта борьба, там, так сказать, между ними, это для толпы, как говорится, развести. Ну не нравится тот, иди к этому, так сказать. Хотя мы на сегодня говорим, что, а мы можем выстроить цепочку, замкнутую не на внешнюю концептуальную власть, а на нашу собственную, российскую, поскольку здесь нужна мера понимания. Вот. А дальше, вот, отсюда уже, через партии, идет влияние на стандартную систему управления, которую вы знаете из учебников. Законодательная власть, исполнительная власть и судебная власть, да. Вот, собственно, но эти три власти, как бы, коридор весь задается отсюда. Или страна идет туда, или страна идет сюда. А вот, как двигаться по этому коридору, чтобы из него не выскакивали, чтобы бежали, там, выстроили медленно и так далее. А те, кто выскочил, значит, по рукам бы, или с помощью судебной власти. Вот миссия этих трех ветвей власти, о которой нам говорят, что вот отсюда и происходит управление. Я утверждаю, что управление отсюда не происходит. И никакого отношения к благополучию народа эта система власти не имеет.